как обычно в начале ролика новый анекдот о рыбалке комар укусивший пьяного рыбака потом еще три часа ему рассказывал о своей нелегкой жизни друзья всем доброго весеннего утра меня зовут анатолий тяжелая трудовая неделька наконец-то пролетела тянулась она как обычно долго навел будильник на 4 утра пол третьего проснулся до трех ворочался поглядывал у меня часы такие электронные светящиеся до трех часов еле дотерпел встаю пошел там кофеек заварил термос чаем собрался и вот я уже на водоеме вечером долго думал куда поехать друзья какой-то дежавюл на неделе температура такая знаете ну тепло 14 15 ходим там паримся как выходные 3535 да что это такой и сильный ветер были варианты долго вечером думал куда поехать в какую в какое место но что-то мне вчера на кране я работаю крановщиком надуло мне короче в правую сторону потому что работаешь так из кабины торчишь вниз смотришь вот надуло мне что-то и думаю если я сяду где-то на ветру если мне еще дальше надует то не знаю пойду на больничный как бы на больничный не хочется поэтому по пути ехал и вспоминаю одно местечко такое приехал берег высокий сзади ветер где-то ну вот смотрите в 100 метрах наверное от берега начинается но ветер хороший ребята сегодня такой передают 9 порывы до 15 я думаю сейчас десятка доброе есть уже с утра потому что лес шумит там под тем берегом такая волна конкретная вижу скачет поэтому рыбачить будем здесь глубина здесь небольшая озеро рыбница называется дистанцию уже немножко тут покидал я глубина небольшая будет где-то в районе полтора метра вот но с другой стороны сейчас весна рыба вся на теплую воду выходит поэтому как бы нормально друзья птички поют душа отдыхает но есть момент который конечно портит рыбалку и впечатление от нее это срач в лесу вы посмотрите что творится просто жесть просто жесть свиньям которые здесь рыбачили огромный привет может у них что-то ёкнет там в душе ну просто это капец я пока приехал в потемках я уже мешок насобирал вот смотрите пакет трико какое-то чьё-то у кого-то наверно тут знаете от радости что приехал на рыбалку и насрал жопа рвалась вот так что им огромный привет в конце рыбалки максимально что смогу соберу потому что я так не могу приезжаешь и причем знаете ребята каждую неделю если так вот задастся целью ездить на одно и то же место уберешь через неделю приезжать тоже самое ловить сегодня буду на прикормку вабик весь специал черный и вабик оптима лещ вот такая вот светлая коричневый сейчас смешаем плюс у меня еще есть с прошлой рыбалки осталось прикормка ее тоже подмешаю замешиваться буду на миласе и добавлю вот такой ароматизатор сладкий сироп лещ и и и и и и для смешивания вот миласы и сиропа у меня вот такая пустая бутылочка приспособлена вот сюда сейчас зальем добавим воды размешаем и будем на нем замешивать прикормах а ловить сегодня буду на кормушку пуля 50 грамм моя любимая такой вот размер и развесовка леска стилон 010 так секундочку крючки упали крючки 9 номер со самое чем хорошо за небольшую стоимость 15 штук в пачке плюс довольно качественные крючки зарекомендовали себя из наживы будет белый опарыш красный опарыш кормовой мотыль купил и насадочный мотыль такой хороший крупненький красавчики пробьем через сито прикормку насытим ее кислородом разрыхлим вот эти все комочки которые слипшиеся тоже их поразбиваем это улучшает механику прикормки вот именно пробивка через сито и она лучше раза работает и при забросе когда на дно упадет быстрее разбивается стартовый закорм я уже сделал сейчас прицеплю поводок и будем пытаться пробовать ловить вот что интересно кормил где-то наверное кормушек 8 я туда там уже рыба какая-то на точке бьет по леске толкают в кормушку то есть вот пока там жду пока кормушку корма разобьется слегка чтоб его вытрясти с кормухи что-то бьет по леске так друзья начнем рыбалку с одного опарыша и двух мотылей здесь такое озеро много мелкой плотвы вообще озеро конечно тут рыбная очень это и лещ и плотва и густера и карась и амур и толстолобик и сом есть арендатор здесь был запускал раньше было много щуки сейчас конечно поменьше стало ее выбили конкретно ну что поехали ребята уже поклевки сразу сразу в лед судя по мелким точкам плотва плотная есть рыба есть тащу смотрите какая некрупная такая пузатенькая и коренная мотыля уже съела друзья смотрите какую густерину поймал хорошая ладонная такая жирнющая мотыля цепляю колечком так мелочь лучше всекается подойдет рыбка покрупнее будем все таки просто заголовка его цеплять а так вот колечком два штучки дистанция у меня ребята 55 метров тут мелковато с берега пришлось подальше кидать наконец-то хорошая поклевка потяжка такая потому что единичные удары вот эти жду все-таки подлещика плотва мелкая не в приоритете плотвы а 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 да ребята с 55 метров таскать такую плотву то еще удовольствие нацеплю я просто два опарыша посмотрим чё будет рыба делать опа опа ребята смотрите на два парика и подлещик судя по сопротивлению это подлещик дает выдает ухты ухты боец боец надо по сачекам взять его то обидно будет если первый сойдет папа красавчик красава вы посмотрите и неплохой ребята ну грамм 250 такой на два парика четко за нижнюю губу пошел ну что интересно продолжаем ну друзья это подлещик это подлещик долго он так шевелил аккуратно кур ухты ухты дает как аккуратно шевелил все таки я его все ну как ну хорошенький расскажу иди сюда ну какой смотрите прикормка какает мы смотрите опять за нижнюю губу это говорит о том что рыба пока не капризная как только начнет засекаться за верхнюю губу верхняя губа у него слабо значит уже хуже клев проверено опытом что-то начала плавно загибать так я уже думал подлещик но по-моему нет но есть какая-то рыба на крючке плотва ну клевала как опытная и настоящая плотва плотва что ты творишь да и уже подлещику поклевать я тут сделал паузу пока чай попил пошел с соседом поговорил тоже плату паркует там как с пулемета а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ветер поднялся такой конкретный. У меня-то тут нормально. Штиль, хорошо. Там он метр... Ну, уже вот если с утра была... Волна где-то метрах стах начиналась. То уже примерно метрах шестидесяти, наверное. Буквально недалеко уже за моей кормушкой, где я бросаю. Ну, ребята, кажется, подлещик. Неожиданно между плотвой. Мягко начал загибать. Только забросил, попал прямо-прямо-прямо в точку. И сразу же вот она. Конечно, уже помельче. Чем предыдущие. Но все-таки... Делаю, как обычно, объемную наживку. Жду подлещика. Такой вот... Спортсмен. Объемную наживку делаю. Штучки 3-4 мотыля колечками один опарик. Даже, видите, не успел мотыля потрепать толком. Колечком, ребята, цепляю для того, чтобы плотва не смогла все-таки ободрать его быстро. Так он дольше сохраняется в том плане, что она его не может за концы дергать. Плюс сама еще засекается. Если вот одного-двух зацепить, то будет хорошо засекаться плотва. Мотыль у меня, ребята, сегодня серьезный. Мощные, крупные. Заехал на Суворово в рыбачок. Серега мне там отсыпал. Видимо, поэтому подлещик не хочет клевать. Я вам скажу, в этом что-то есть. Вот как возьмешь мелкого мотыля такого, ну, вроде как покупаешь нормальный. Приехал на рыбалку, начинаешь его там ковырять, перебирать. Пытаешься там, ну, насадить 5-6 штук. Надо еще выбрать. И тогда клюет. Как только возьмешь вот этих здоровущих коней, нету рыбалки, я не знаю. У вас такое бывало, вообще нет. Ох, дал мне включить камеру. Не выплюнул. Только я забросил. Сначала мелкие тычки, такие дерзкие платвины, а потом начал просто загибать фидер в дугу. Спасибо. Блин, да он, ребята, такой дерзкий, что капец, как рванул и все, и сошел, е-мое, усилился ветер, и вот я заметил, ой, поклевки стали такие, более дерзкие, что ли, и все, и es dove. Шустрая рыба Всего меня в слизь испачкал Ну наконец-то я там Среди стены платвы Подлещика вымучил Был момент Как-то все затихло Потом постепенно опять платва Расклевалась Я тут еще кормового мотыля добавил И вот сейчас хорошая такая Затяжная поклевка Дала мне камеру включить Затяжная поклевка Посмотрите Неплохая рыбка Да? Далее Затяжная поклевка Ну что скажу Середина дня Двенадцать первый час Подлещик отключился Насовсем Вот это первый наверное Ну не знаю За полчаса что ли Вымученный такой Платва как клевала так и клюет Беспрерывно Водичка Водичка потеплела Я думаю что начал подлещик греться Вот Возможно он там есть на точке Я как бы постоянно упираюсь в него Постоянно вот объемная наживка у меня Потому что ну на цепи один мотыль два Ну плотва сбивает момент Вот я только забрасываю Не успя плетню выравнивать И все она уже лупит Ну посмотрим Подойдет я думаю Не может быть такого Чтобы он уже вообще совсем отклевал Вот друзья какая сейчас поклевка была Начала уносить фидер Я тут сижу чаек попиваю Отвлекся И чувствую у меня удочка шевелится На ноге Я так с ноги ловлю Удочка все время под рукой Ну хорошо хорошо так Потянуло Условия жесткой конкуренции с плотвой Ему конечно Нелегко приходится вырывать эту наживку у нее Из подноса Красавчик Как Хариус растопырился И поэтому он ребята подлетает Схватил Побыстрее И текать Ух ребята как в камень Была поклевка Не успел камеру включить Потом все таки Включаю камеру И продолжение Через пару секунд Продолжение следует... Играет музыка не крупный в районе ну может но 200 грамм но очень резвый весна все-таки знаете летом он уже не такой резвый вялый такой и поклевки уже другие летом совсем другие красавчик вы знаете так ближе к четырем часам и начал опять то ли стайка подошла то ли что поклевывать начал и вот как подходит уже не дает плотве клюнуть все сразу он начинает правда так вот долго шевелит он щупать щупать видимо пробует мотыля этого сегодня даже первый взаглот ну что друзья день подходит концу буду потихоньку собираться и вот и вот вот и вот такой друзья у меня сегодня улов посмотрите хорошие такие бодренькие подлещики вот но все таки основной улов это плотва плотва клевала сегодня целый день я даже скажу больше она еще сейчас клюет просто я уже устал 55 метров туда-обратно каждую минуту наверное но это еще не каждый выдержит что скажу по сегодняшней рыбалке ну опять как обычно подлещик такой вот то ли стай больших нету то ли что сегодня правда вот похолодало единственное и рост давления сегодня идет баллов на 10 наверное вот это видимо все-таки повлияло на клев целый день ни разу не попробовал не диповать не подсыпать ароматики рыба стояла целый день на точке подлещик такой набегами я упирался сегодня все-таки в подлещика делал объемную как обычно наживку опарыш штуки 3-4 мотыля единственное что цеплял и все колечками целая рыбалка все колечком потому что плотва безбожно сразу за хвосты обдирают мотыля надо было как-то все-таки наживку немножко подольше сохранить что подошел он клюнул вот и это удалось прекрасный улов так что друзья желаю вам такой же отличной рыбалочки выезжайте отдыхайте любуйтесь природой посмотрите весна все расцветает птички поют удовольствие будет получено на всю неделю друзья будем прощаться поддержите канал подпиской лайком комментариям с вами был анатолий увидимся на следующей рыбалке пока а